Так вот, надо сказать, что пик могущества Сарай-Бату достигла при Хане-Узбеке, при котором монголы приняли ислам. Это в начале 14 века. Тогда Хан-Узбек мог поставить, можно сказать, военные силы 300 тысяч человек. Это огромные для того времени силы. Но, однако, смуты, которые начались после смерти Узбека и его сына Дженебека, стали свидетельствовать о начале распада Золотой Орды. С 1357 по 1380 год в Золото-Ордынском пустоле побывало 25 ханов. И пока не дошло до того, что ханом стал даже темник Мамай. Начали с 60-х годов в 14 века от Золотой Орды, от Палхаризма, потом Польша отделилась. Литва захватила землю в бассейне реки Днепр, отделяется Астрахани. Мамай пришлось, кроме того, столкнуться с усилившимся союзом русских держств во главе с Москвой. И прихания Тахтамуши смуты на некоторое время прекратировались. Но потом все равно процесс распада Золотой Орды стал продолжаться. В 20-е годы 15 века образовалось Сибирское ханство. В 40-е годы Ногайская Орда. Потом возникло Казанское ханство, Крымское ханство. В 60-е годы Казанское, Узбекское и Астраханское ханство. И уже к началу 15 века, можно сказать, ослабла как раз зависимость Руси от Золотой Орды. Но произошло следующее. Раз Золотая Орда распалась, все хотели, чтобы Русь продолжала платить дань. И совершали набеги на русские земли и как раз крымские татары, и как раз казанские татары из Казанской. И у нас, я хочу сказать, что в 15 веке собирались деньги, налог с местного населения, который назывался полонянный. То есть, когда монгол-татары брали людей в плен, можно было выкупить их за деньги. Многие князья собирали налог с местного населения, чтобы вернуть на землю это население, выкупить его. И вот, я хочу сказать, что по мере развития, роста и крепления Московского государства, было решено, тем не менее, отказаться от власти Золотой Орды. Это произошло в правлении Ивана Третьего Васильевича. В 1480 году произошло знаменитое стояние на реке Угре. Что же это за стояние на реке Угре? Надо сказать, что к этому времени в Золотой Орде был хан Ахмат. И хан Ахмат решил заставить вплатить как раз Ивана Третьего, дань которой он также, как раньше, некогда Гмитрий Иванович, не стал ее вплатить. И он подошел к реке Угре, надеясь, что придут как раз еще польско-литурские войска. И тогда можно напасть на Москву. Ну, прошло сто лет. Русские-то извлекли уроки от как раз нашествия Атыда и подготовились. Еще при Ветре Ивановича в Москве были пушки, которые назывались тюфяки. И когда вот москвичи открыли ворота, можно было бы использовать пушки. Не могу, татары были бы разбиты. Но я же говорю, когда считали, что надо справедливо открыть ворота тому, кто завоевал и так далее. И вот на реке Угра у нас уже были современные пушки. И вот когда Ханахмад пытался сходу перейти реку Угра, то как раз его встретили, можно сказать, пушечный залп. И он остановился. Те стрелы, которые выпустили монголы-катары, они даже не долетали до противоположного берега. И надо сказать, что Ханахмад понял, что он проигран русским вооружением. А у нас уже стало появляться обестрельное оружие. Так вот, и постояв две недели, Ханахмад рассчитывал, что пройдет две недели, замерзнет речка и можно в любом месте перебраться. Потому что Иван Третий поставил, можно сказать, заградительные отряды. Ну, не заградительные отряды, а отряды на стратегических направлениях, где броды, где мосты, чтобы отразить натиск Ахмада. И вот Ахмад подумал, что две недели пройдет, река встанет, льдок, ее скует, можно в любом месте перейти. И когда река покрылась в льду, Иван Третий дал приказ отступать, чтобы собраться единые силы. И потому что Ханахмад в любой момент, в любом месте мог перейти в реку. И произошла тоже оказия. Когда мы были татары, увидели, что русские отходят, они испугались. Они подумали, что мы наступаем. И они побежали. И вот посмотрите, как правило, и битвы-то не было. Две недели постреляли, друг на друга посмотрели, постреляли. И разошлись. И я хочу сказать, что это тоже было воспринято как чудо, что мы бескровно свергли Иго-Анбулу тогда. И вот позже, Иван Четвертый, он присоединяет Казанское, Астраханское ханство. Ну, Казанское ханство было присоединено в 1552 году. Это остатки, можно сказать, Золотой Орды. Три штурма было в Казани. Даже как раз сам Иван Васильевич принимал участие в одном из штурмов. Даже был создан макет деревянной крепости Казанской. По Волге спустили, построили городок и пытались учиться штурмом убрать. Также впервые был применен хорох, когда взрывали стены, делали подкопы. И вы слышали пословицу «Казанское сиротанство». Казань была уничтожена полностью, разрушена. И в честь победы над Казанью, вы знаете, тоже одно из чудес, можно сказать, нашей страны, это храм Покрова на Руму, или храм Васильев-Фашинова, который вещает себя в 19-е годы.